Охотник за биткоинами принес ущерб ДАК электросетям на сумму 4,5 миллионов рублей. Житель Хасавьурта незаконно подключился к сетям, чтобы питать электричеством целые фермы по выработке цифровых валют, которые он соорудил собственноручно. Но хитро выдуманный бизнес обнаружили полицейские, и теперь предпринимателю грозит за это тюремный срок. Подробности темы у Зумруд Гамидовой. Самый выгодный майнинг – это майнинг на бесплатном электричестве. Этого принципа придерживаются мошенники во всех странах мира, в том числе и в России. Так поступил и предприимчивый делец из Хасавюрта. В этом заброшенном здании всё словно из сцены фильма «Матрица». Здесь пряталась огромная фабрика по добыче криптовалюты. Весь ангар был забит специальными микросхемами. Именно для их охлаждения понадобились мощные вентиляторы в окнах. Как выяснилось, 36-летний мужчина арендовал два нежилых помещения в Навалакском и Казбековском районах республики, где и организовал криптоферму. Одна из мини-станций в виде трёх трансформаторных блоков высокой мощности была закопана в землю на территории лесничества. Для деятельности другой злоумышленник незаконно подключился к линии электропередач. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 165 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемого судом избрано меры пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину мужчина не признаёт. Говорит, что за электроэнергию на одну из ферм он платил, а цех в Казбековском районе и вовсе не был запущен. За электричество платили, счётчик, всё как бы, ну как подобает, то есть без каких-либо претензий. Но почему-то там выявили какие-то нарушения, будет уже решаться дальше, посредственно скажем. Судя по всему, мужчина планировал и дальше наращивать производство, поскольку всё помещение было заставлено коробками с новым оборудованием. Теперь же он рискует отправиться за решётку по статье «Причинение имущественного ущерба». На подозреваемого возбудили уголовное дело. Он помещен под стражу. Зумруд Гамитова, Даут Гасанов, при содействии МВД Дагестана.